Резолюция митинга, которую мы составили, в основу этой резолюции вошла та работа, которую группа товарищей на СЕПИНФО проводила для написания письма в отношении земель города Севастополя. То есть мы подумали и решили, что настолько было все собрано, локально изложено, что наша резолюция это фактически поддержка вот тех мыслей, которые предлагались. Итак, резолюция митинга жителей города-героя Севастополя против беспредела и бездействия действующих ветвей власти города Севастополя. Мы, граждане Севастополя, в течение многих лет не видим со стороны действующей власти города, профессионального управления городом Севастополя. Администрация города назначается из Киева и не является подотчетной горожаном. Городской совет принимает решения, направленные против интересов горожан и против развития городской территории в соответствии с запросами севастопольца. В городе ведется хаотичная застройка. Не учитывается интересы населения в сфере градостроительного планирования, сохранения исторических и археологических памятников, природных достопримечательностей и заказников, так как любая земля в Севастополе используется исключительно для строительства доходной недвижимости отдельным кругом лиц. При этом грубо игнорируются как строительные и градостроительные нормы, так и памятника охранное и природоохранное законодательство, а жилье очередникам многодетным семьям не выделяется. В городе фактически разрушено промышленное производство. Ярким примером может служить уничтожение флагмана судоремонтного производства СССР Севастопольского морского завода имени Арджиникицы. В начале 90-х на заводе трудилось более 16 тысяч человек. В настоящий момент на предприятии не насчитывается и 200 рабочих мест. В городе повальная безработица, мизерные заработные платы, а вместе с тем городской властью незаконно приняты нереально завышенные коммунальные тарифы. Судебная система отказывается принимать законные решения по вопросу отмены введенных тарифов на коммунальные услуги, идя на поводу и действуя по прямому указанию городской администрации. Деятельность администрации города, экзально убравших из своего названия определения народные, в сфере земельных отношений и городского планирования абсолютно непрозрачно, но имеет своим результатом утерю коммунальной собственности. В упадке находится общественный транспорт, учреждения образования и здравоохранения. В Армурске уничтожаются, отдаются под застройку парки, пляжи, скверы, территории заповедников и природных охранных заказников. За последние годы с 1998 года в регионе Севастополя не создан ни один из рекомендованных объектов природно-заповедного фонда. Отсутствует программа и схема экологической сети. Все результаты злоупотребления на виду, они известны общественности. Не раз эти проблемы были освещены в СМИ. Наиболее вопиющими являются факты. Это те факты, о которых мы говорили. Это и поликлиника, это и угольный терминал, это хаотичная застройка. Сейчас, сейчас. Это хаотичная застройка в городе. То есть, я не буду эти факты перечислять. Это то, о чем сегодня говорилось. Исходя из вышеизложенного, для исправления сложившейся в городе ситуации, участники митинга требуют. Первое. Прекратить развал коммунальной сферы города и распозаривание земель города Севастополя. Второе. Принять устав территориальной общины города Севастополя. Третье. Принять положение об общественных слушаниях, рекомендующее принятие решений во всех сферах жизнедеятельности города. Время разговора закончилось. Долготерпению жителей города пришел конец. У власти города осталась единственная возможность услышать севастопольца. Вот такую резолюцию этот мусор нами руководит. Эта грязь управляет нами. Но кто сказал, что нет на нас вины, если мы доверчивы, как дети? Все равно мы за судьбу страны перед нашим будущим ответе. Ведь делится человечество не по цвету кровей, а на сынов Отечества и сукиных сыновей. На тех, кто в любой напасти прямо глядит в лицо. А также вниманной части на трусов и под лицом. Но главное, самое главное, нас разделить легко на две части неравные. На умных и дураков. И будут нас рвать на части и бить нас до той поры, пока дураки у власти. А умные вне игры. Умнейте, севастопольцы! Умнейте, дорогие мои! Умнейте, дорогие мои!